Ну что, геймер-чады и чадихи, очередной год подходит к концу, и в канун новогодних праздников я имею честь представить вам свой видеоигровой топ-10 за уходящий 2019 год. Твист заключается в том, что это не будет просто топ-10 игр, которые вышли в этом году, потому что это скучно и так делают все. Вместо этого мы разобьём их на 10 определённых категорий, под которые мы и будем подбивать те или иные игры. Сразу с этим дисклеймер, всё это лишь моё мнение и я его никому не навязываю, а мнения, как вы знаете, они как жопы, есть у всех. Поэтому давайте уважать друг друга, и если вы с чем-то не согласны, я с радостью почитаю ваше личное мнение в комментариях под этим видео. Поехали! И первая категория, лучшая игра, которую я не осилил. Контрол После довольно посредственной Quantum Break в этом году студия Remedy выпустила очень неплохую игру под названием Control, в которой вы играете за рыжуху со сверхспособностями и исследуете научный комплекс, вдохновлённый таким явлением интернет-фольклора, как SCP Foundation. У игры очень стильный визуальный ряд, крепкий core геймплей и довольно интересный сюжет, но вот только однообразие большинства игровых локаций, незначительные, но существующие проблемы с оптимизацией, а также очень репетитивный геймплейный луп заставили меня дропнуть её примерно на полпути. Я множество раз пытался взяться и допройти её, но после 30 минут одинаковых блужданий и стычек с врагами я сдавался, ибо меня не покидала мысль, что это игра трата времени. Мне даже обидно, что она не зацепила меня, но при этом я наверняка могу сказать, что это очень добротно сделанный проект, с которым вам обязательно следует как минимум ознакомиться. Категория номер 2. Лучшая игра прошлых лет, которую я поиграл в этом году. Hollow Knight. Как же я жалею, что не прикасался к этой игре до этого года. Хотя нет, забираю свои слова обратно, возможно это и к лучшему, так как это позволило поиграть в самую финальную её версию, с многочисленными апдейтами в плане контента и стабильности. И я вам скажу, что эта игра теперь однозначно входит в десятку моих самых любимых игр. И однозначно лучшая Metroidvania из тех, что я играл. Интереснейший мир игры. Атмосфера пронизывающая каждую локацию и каждый фрейм, благодаря фантастическому арт-дизайну и музыкальному сопровождению. А вместе с этим, очень технический, наполненный нюансами геймплей, который хоть и заставляет вас подождать, пока он полностью раскачается, но когда это происходит и вы вливаетесь в его ритм, Hollow Knight становится по-настоящему богоподобной. С нетерпением жду сиквела и очень надеюсь, что ему удастся воссоздать магию первой игры. Третья категория. Лучший графон. Resident Evil 2. Скажу честно, в этом году для меня не было проектов, которые заставили бы меня посмотреть на экран и прям сказать «Вау». Да, на ПК вышла Red Dead Redemption 2, которая выглядит просто нереально на максималках, но технически это всё-таки прошлогодняя игра. И несмотря на то, что Resident Evil 2 Remake был для меня очень неоднозначным в плане потраченной имплементации системы сценариев, вырезанных врагов и довольно базового геймплея, давайте признаем, что выглядит он потрясающе. Игра света и тени, проработанность игровых персонажей, локаций, противников. По-моему, RE Engine – одно из лучших явлений современного гейминга. И один из редких случаев, когда инхаус-движок компании может тягаться с мастодонтом разработческой среды вроде Unreal Engine 4, а проекты, сделанные на нём, только выигрывают от его использования. Браво, Капком! Надеюсь, вы будете и впредь использовать его для всех своих игр различных жанров, включая файтинги и РПГ. Четвёртая категория – лучший саундтрек. Kingdom Hearts 3 Что тут можно сказать? Музыкальный состав серии во главе с богиней пианино и скрипкой Йоко Шимамурой вновь не подкачали. У Kingdom Hearts 3 бесподобный саундтрек, который, хоть и во многом состоит из перепевов главных мотивов предыдущих частей, не перестаёт цеплять за душу. Особенно, когда в ход идут оригинальные композиции, написанные специально для данной игры. Главная тема последней локации не отпускает с первых же аккордов. В общем целом, просто шик. Категория номер 5 Фейл года Игровые выставки Мне одному совсем не нравится тенденция того, что абсолютно на всех видеоигровых ивентах этого года практически перестали показывать геймплей. Да, мы получили пару громких анонсов на E3, на Tokyo Games Show и на Games Awards, но в большинстве случаев всё, что мы получаем, это какой-то непонятный концептуальный CGI-ролик без какого-либо геймплея вообще. Как мы можем получить представление об играх и понимать, ждать нам их или нет, когда мы даже не видим, как они играются? Нам словно обглоданную кось кидают однотипнейшие синематики с пафосными речами, наполненными загадышностью и искусственной эпичностью, не показывая то, что в играх самое главное — геймплей. Из-за этого я уже перестал ждать какие-то игровые выставки вообще. Очень отстойная тенденция, и я боюсь, что из года в год она будет становиться всё хуже. И это однозначно фейл. Категория номер 6. Вим года. Star Wars Jedi Fallen Order Я скажу честно, я не ожидал ничего от этой игры, когда её анонсировали и показали её первый трейлер. Потому что EA — та самая студия, которая в подростковом периоде ассоциировалась с качеством и крутыми играми, а сейчас с бездушным разводом на деньги в норме быдла посредством именитых франчайзов и микротранзакций к ним же. Но потом я узнал, что игру разрабатывает Respawn Entertainment. Хм, это не те ребята, которые состряпали изумительную игру под названием Titanfall 2? Да, они самые, и они вновь сделали отличную игру, теперь во вселенной Star Wars. Знаете, как давно у нас не было хорошей игры по данному франчайзу? Очень давно. Да, в ней есть изъяны и шерховатости, но, так же не побоюсь этого слова, душа. И, к счастью, команда уже работает над сиквелом, в котором, я надеюсь, все эти неровности поправят, и они смогут сделать настоящий шедевр по мотивам Звёздных войн. И это вин. Седьмая категория — самая хардкорная игра. Sekiro Shadows Die Twice Спустя все эти годы, Souls-like игры для меня стали уже как старые друзья. Разумеется, я не скажу, что я безупречно могу пройти всякие Dark Souls с завязанными глазами, без прокачки и без единой смерти, но я комфортно себя чувствую, играя в них. Того же я ожидал и от Sekiro, и игра уже со второй локацией поставила меня на место. Я слышал отзывы, что кому-то она кажется проще даже той же Bloodborne, но мне было очень трудно приноровиться к местной боёвке, врагам и тому, с какой простотой и безразличием тебя тут с радостью могут убить самые различные супостаты. Да, со временем ты начинаешь осваиваться, пользоваться различными шинобийскими приспособлениями, тактиками отступления и так далее, но игра каждый раз будет подкидывать тебе новые челленджи, и единственный способ справиться с ними — это не ироничный гид-гуд. Не всякий выдержит натиска этой игры, но если вы не сдадитесь, вас ждёт одно из самых удовлетворяющих чувств победы. А для меня это признак отличнейшей хардкорной игры. Восьмая категория — сюрприз года. Кодвейн. Я уже говорил об этой игре в другом своём видео, поясняю за Кодвейн, поэтому буду краток. Я ожидал дешманского клишированного аниме, наполненного бездушным фан-сервисом, детсадовским сюжетом и боёвкой в стиле соус, лишь бы хомячки купили. В итоге я получил очень интересную историю, персонажей, которым сопереживаешь, и проработанную боевую систему, которая способна предоставить многочисленные способы игры. Бездушного фан-сервиса избежать, конечно, не удалось, но тем не менее игра всё равно стала для меня сюрпризом, и я рад, что дал ей шанс и прошёл её. Девятая категория. Разочарование года. Kingdom Hearts 3. Даб, как бы не прискорбно это было для меня, Kingdom Hearts 3 стал разочарованием. Не таким большим, каким была Final Fantasy XV, то вообще запущенный случай, но спустя стольких лет ожиданий полноценного сиквела, мы хотели увидеть грамотно поставленную, завершённую и удовлетворяющую историю, с эпичными схватками и моментами, не уступающими прошлой номерной части, которая на протяжении всей игры подкармливала нас ими. А мы в итоге получили будто бы очередной спин-офф для портативных консолей, но с современным графоном, в котором первые 20 часов игры не происходит ровным счётом ни хрена, и лишь в последние 5-6 часов на нас выливают тонны фан-сервиса и поспешное завершение многочисленных узлов сюжетных линий, при этом вплетая новые, что приводит к тому, что в конце у нас остаётся больше вопросов, чем мы получили ответов. И это в контраст с богоподобным эдингом Kingdom Hearts 2, который имеет больше завершённости и удовлетворения от игры, чем у пафосно заявленной окончании саги Зеонорта. Да, чисто технически это очень крепкая игра, в которой много душевных и впечатляющих моментов, но, увы, она не стоила всего того хайпа и ожидания многочисленных фанатов по всему миру. DLC, выходящему в следующем месяце, уж лучше бы поднять планку качества в сторителлинге, иначе на один из моих любимых франчайзов, увы, можно будет успешно забивать. Категория номер 10. Игра года. Категория номер 10. Игра года. Ну а у меня всё. Расскажите мне в комментариях, совпали ли какие-то игры по приведённым пунктам с вашим выбором в этом году. Обязательно подписывайтесь на канал, рассказывайте о видео друзьям, и я буду ждать вас в следующих видео. Всех с Новым Годом!